Венеция Я люблю делать вещи, в которых есть история, но чтобы мир вокруг нее был гораздо шире, чем просто фабула. В этом случае фантастический актерский ансамбль смог по-настоящему создать этот мир, показать какие-то детали и грани жизни персонажей, их природу. Я в детстве смотрел «Принц оф зе сити», наверное, раз 25, и мне хотелось сделать что-то такого же размаха. Этот фильм Зайлера в том числе о том же, о чем предыдущий, который назывался «Драка в камере 99», о таком одиноком голосе человека, о тупой боли, которая настигает из-за ущемленных гражданских прав. Это действительно мировая проблема со стагнацией, с Трампом, со всеми делами. Люди, которые пашут всю жизнь, живут все хуже и хуже, безопасности все меньше и меньше. В общем, это какая-то в его вселенной, где не очень-то, в общем, социальная критика, может быть, ночевала раньше. А сейчас она появилась, и мне кажется, это тоже плюс. Ну, нет, он, безусловно, в том же русле работает, что и в предыдущих двух картинах. То есть он переосмысляет фильмы 60-х, 70-х годов, криминальные в первую очередь, в таком неуловимом и ироничном духе, но в то же время и искреннем, серьезном, что в нем привлекает, да, что это не просто какая-то ирония, а некое переживание заново каких-то вещей. Он отличается тем, что он явно более социально мотивирован. Чувство какого-то бесконечного болезненного состояния общества, болезненного состояния гражданского ущемленного права, оно у него из фильма в фильм переходит. И вот в новом фильме, который показали в Венеции под названием «Закатать в асфальт», ему снова удалось выйти на какой-то вот новый любопытный уровень. Ну, Залер, мне кажется, занял место Тарантино, потому что Тарантино, конечно, очень перепахал всю общественность, и это мы видим по тому, сколько у него эпигонов до сих пор. Если бы фильм вышел в эпоху того же Тарантино, это 100% было бы культовое кино, которое разобрали бы потом на цитату. Так же, как весь мир ждет предшественного Тарковского от России, люди ждут вот именно такого, чтобы и ниггеров называли ниггерами, и прочее, вот все вот это. Чернокожие грабители мажутся каким-то белым тальком, гримом, и под видом белых приходят на ограбление. Тут за диалог просто ниггер, лайквайз, просто я готов простить ему все, но просто шикарные диалоги реально. Одна из вещей, которую я стараюсь практиковать все время, делать интересные штуки. Ведь просто доносить смысл максимально прямым способом не очень увлекательно. Такой подход, конечно, требует участия отличных артистов, поскольку многие из этих диалогов выглядят не совсем естественно, не звучат так, как звучали бы разговоры обычных людей в подобных ситуациях. Так что нужны люди опытные, качественные, глубокие и заведенные. Те, кто может показать все честно и сжиться с диалогом. Это не всегда получается, но с теми, кто работал над фильмом, получилось. А так, чтобы вы понимали, все диалоги в фильме я переписывал по 15 раз. Безусловно, это не какой-то прорыв для него. Он вот ту территорию, которую он там себе обозначил, он ее как-то расширяет потихоньку, успешно, но он, на мой взгляд, не сенсационно успешный. На фестивальной Ниве фильмы с юмором воспринимаются как невероятное облегчение радости, счастья на фоне вот этого мессианства протухшего и всего такого. Ну, хотя здесь грех жалоб. Здесь хорошая программа, даже несмотря на то, что что-то более удачное, что нет, но в любом случае. Но вот такое, как снял Залер, это, конечно, на вес золота. И очень хорошо, что барберы это видят и ценят. Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен-Сен. Сен-Сен-Сен-Сен.